Добрый, добрый, добрый день, дорогие друзья! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire И мы начинаем трансляцию матча между коллективами Empire и коллективом Vega Squadron Ну что, у нас началась финальная стадия У нас, собственно, плей-офф стадия Команды отсеялись, половина команд у нас уже отлетела Мы уже не увидим ни Hellraisers, ни тех же Лепреконов В общем-то, из СНГ коллективов остались Virtus.pro, остались Vega Squadron И, конечно же, осталась Team Empire Ну и Фрэнкерсен Си Кептон, которые вчера отыграли у нас против Virtus'ов Отыграли с отрицательным для себя счетом Отыграли со счетом 1-2 в пользу Virtus'ов Потрепали плотно команду ВП и в первом матче, ну, во вторых двух ВП выиграли Так что Empire теперь, если обыгрывает команду Vega Squadron, а шансы есть и шансы достаточно неплохие Выходит у нас как раз-таки на Virtus.pro и месиво будет просто колоссальное Ну, по поводу информации вообще вокруг матча, которая крутилась, по пику немножко позже скажу, по героям А по поводу инфы вообще, которая крутилась Например, букмекеры 4-250 ставят коэффициент на Vega Squadron и на Empire всего 1-232 То есть слабо верят, там вроде как и аналитика хорошая и все работает Одну секунду, чтобы голословным не быть, покажу, собственно, вам Вот, пожалуйста, в частности, сайт Pinnacle Sports.com 4-250 дает ставку на Vega Squadron Я думаю, вы видите им на Empire всего 1-232 В общем-то, не слишком верят в команду Vega Squadron Удивительно, почему Vega, я считаю, на ходу Vega достаточно серьезный соперник для команды Empire С другой стороны, стоит озвучить и то, что Empire сейчас действительно на ходу Они выиграли ряд престижных турниров не так давно Они получили прямой инвайт Безусловно, команда на уровне, причем на уровне достаточно плотном Ну и давайте теперь... Секундочку, а то мы как-то без музыки, скучно нам Давайте перейдем непосредственно к пику Команда Vega Squadron отправила в баню у нас Лешрака и отправила в баню у нас ССФ ССФ уже давным-давно не появлялся у нас ни в бане, ни в пике Как-то отъехали мы от этого персонажа Без мег, без юлов, без даггеров В общем-то, команда... Команды в основном вывозят у нас без ССФ, а на миде Ну, Vega Squadron решили перестраховаться Ну и Team Empire отправляют у нас в баню Виверну И Квапа тоже у нас отлетает в баню Ну и забирают себе Дазла и забирают себе Бристлбека Бристлбек, я так понимаю, скорее всего для Сайлента Отыгрывает Сайлент на нем очень часто И отыгрывает с достаточно плотным показателем Ну и от команды Vega Squadron Второй пик это Ancient Operation Туск и Ancient Operation Не так давно, кроме команды Empire, мало кто вообще Туска забирал Обычно для Алоха Дэнс Данный персонаж пикался И Алоха, ну, жёг на нем Действительно жёг Empire чуть ли не единолично в мету вводили этого героя Ну и теперь видим, что Vega Squadron решили имперским оружием ответить своим оппонентам Вообще по героям Давайте пройдемся Герои команды Empire На данный момент, в общем-то, имеют достаточно Достаточно неплохие показатели побед Первый, в общем-то, в списку по пику Это Герокоптер Герокоптера забирали 17 раз Ну и винрейт у Герокоптера 70,6% Герокоптер для Сайлента в этой игре, скорее всего, уже не будет Но сам факт Остается фактом Вообще, кстати, не обратили внимания Нивега Squadron на этого персонажа не Тим Эмпайр Что, в общем-то, удивительно По героям, которые у нас в мите сейчас, собственно, появились Квапа, кстати, у Эмпайр 19 раз у нас отправлялась в пик И процент побед у Квапы тоже Более половины Сейчас Квапу Эмпайр отправили в баню Ну и Шейкера тоже отправляет у нас Вега Squadron в баню Достаточно популярный герой для Тим Эмпайр Герой больше для Йоку В последнее время пикался поменьше Последние три месяца А до этого Йоку на Шейкере Я думаю, не надо никому объяснять, что делал и как это И как, собственно, это делал Ну и Слардар отлетает у нас в баню Команды Отлетает у нас в баню команды Эмпайр Вообще, по героям Давайте покажу вам немножечко статистики Любимые герои команды Эмпайр Вы можете наблюдать за последние три месяца Это Квин оф Пейн, это Рубик, это Герокоптер, Венжи Фулл Спирит, Дазл, Undying, Дизраптор и Бэйн Со стороны Вега Squadron, Бестмастер, Квин оф Пейн Туда же Клокер, Герокоптер Ну, в общем-то, больше и по саппортам Команда Вега Squadron специализируется У команды Эмпайр не так саппорты важны, как основные фармящие герои И Мидлейн для Резолюшна Ну, Вега Squadron там соло отвечает за много чего в игре Поэтому, конечно, и по саппортам Команда Вега Squadron преуспела Ну, на данный момент по два героя уже забрали Бристлбэк плюс Дазл, в общем-то, не так-то просто будет стоять против данной комбинации Если, например, Бриста пойдут у нас Тот же Дазл саппортить на легкой линии То проблемы у оффлейнера Команда Вега Squadron должны быть Клоквер появляется в пике команды Эмпайр И пока что, вот, секунду назад еще у меня были сомнения, что может, в принципе, и Брист отправиться в сложную Теперь, думаю, что, скорее всего, Клок отправится у нас в сложную И играть на нем будет... А кто? Йок у нас не играет, у нас No Fear с Тендином залетел Ну, Клок в любом случае первый претендент на оффлейнер Что по Team Empire Забанили Шейкера, забанили Андайинга Если Шейкер более индивидуальный бан То со стороны команды Вега Squadron забани на Андайинг Это не индивидуальный бан, а скорее голос разума Андайинг, вот, по моему глубочайшему убеждению Это абсолютно имбовая вещь И в последнее время, где появляется Андайинг Там просто потрясающий показатель Ну и у Эмпайр Я, по-моему, немножечко приврал Да, у Эмпайр максимальное количество Максимальный процент побед Это все-таки с участием Андайинга Андайинга 76,92% побед Поэтому, конечно, Вега Squadron изучали статуи Естественно, просто так отдавать этого имбового персонажа не стоит Ну и Винтерн Виверн, я думаю, к этому же классу можно отнести Герои, которые, ну, дисбаланс вносят просто потрясающий в игру От Винтерн Виверн избавились, в свою очередь, Эмпайр Шторм Спирит отлетает у нас для Вега Squadron Мидлейн, как я понимаю, уже занят Ноуана нету, да? Фэн будет играть вместо Ноуана И кого же команда Вега Squadron поставит на Мидлейн? Ну, это вопрос Ну, на вопрос этот сможем ответить уже, наверное, во время матча Шторм Спирит, скорее всего, на Мидлейн Туск, я думаю, у нас куда-то в 3+, Ancient Operation нам отправится Геро Коптер появляется у нас в пике команды Эмпайр А вот теперь стоит и призадуматься Клокверк, Бристлбек и Геро Коптер И кто из этих ребят пойдет в Мидлейн, у меня вопрос Потому что Геро должен фармить линию, безусловно Хотя Геро также может у нас стать и в легкую линию Но Бристлбек на Мидлейне тоже смотрится неплохо Зачастую под этого героя пикают еще и Виспа А Виспа пока у нас в баню не отлетел Возможно, следующим баном от Вега Squadron туда уйдет Бристу нужна Хелпа Как и Геро Коптеру нужна Хелпа на ранних левелах Это безусловно Клок может и в соло потерпеть Кстати, недавно в рамках нашего проекта Retro International Наблюдали матч между командами Альянс и командой Na'Vi Так там Клокверку ТС-4 отстоял Мидлейн и так отстоял, что Дэнди на Бэтрайдере Очень невесело смотрелся против Клокверка Может и здесь такая ситуация Просто по олдскулу пойдет у нас команда Empire И отправят Клокверка в Харду Не в Харду, точнее, а в Мидлейн Ну, это что-то из разряда фантастики В принципе, и Брист есть, и Геро Коптер Такие вот извращения вовсе не обязательны Давайте по статье встречи Так, Фантом Лансер отлетает для команд Вега Сквадрон Я так понимаю, для Паши, скорее всего, герой Керри просто жесточайший Ну и Рубик отлетает у нас в бан команды Empire Ну и у меня ставка на Виспа Следующего забаненного героя Саппорт здесь нужен И Висп более чем адекватный, я считаю, бан Посмотрим, давайте дождемся Там уже по последнему пику Нет, Дезераптор отлетает у нас в баню Дезераптор Вообще, что касается команд Быстренько статистику покажу вам Empire с Вегой встречалась три раза Всего сыграно было пять карт Empire 4-1 ведет по картам Ну и стата винрейта 64 для Empire 61 для Вега Сквадрон Но сравните просто количество матчей Empire, естественно, стата поинтереснее У Вега Сквадрон всего 110 побед У Empire 409 побед Поэтому, в общем-то, жирно достаточно смотрится Коллектив Empire Ну и просто все основное время Empire уже израсходовали Против Веги задумались Вега действительно непростой оппонент На самом деле играют ярко и интересно Играют свежо Понятно, что какая-то левая команда у нас на International Бороться за Велкарт не поедет ни в коем случае Вега уже доказали, что они в порядке Поэтому, естественно, и Empire с опаской подходит К данному коллективу Задумались Ну, вроде как додумались Леон последним пиком отлетает для команды Empire И 20 секунд на все про все у Вега Сквадрон Ну и совсем немного нам остается до начала этого сражения На какой стадии мы, собственно, находимся? Мы находимся сейчас на стадии плей-офф Это полуфинал Винеров И победитель выходит в финал Винеров Проигравший падает вниз в полуфинал Лозеров В победителе... В финале Винеров уже Virtus.pro ждет своего оппонента Поэтому данная пара Как закончится? Собственно, выигравшая команда Выходит у нас на Virtus.off А проигравшая падает на Frankerson C-Captain Ну что, забрали Бэйна последним пиком игроки команды Вега Сквадрон Паша забирает себе Phantom Lancer FN будет на Storm Spirit Соло будет на Ancient Operation И Мак играет на Туске Ну и Бэйн для... Для, для, для... Для Семы Зе Слейра Со стороны команды Empire No Fear берет себе Клокверка Resolution будет играть на Бристлбеки Брист все-таки, я так понимаю, отправляется у нас в мид-лейн All this one of fly забирает себе Дазла Сайвент, естественно На Гирокоптере или он Для Aloha Dance Все, пожелаем командам удачи Она действительно понадобится и одному И второму коллективу Игра обещает быть достаточно интересной Во-первых, у нас дерби российский Во-вторых, команды на хорошем ходу Поэтому Я думаю, что Бой будет, пускай и неравный Но как минимум захватывающий Файтов должно быть много Это, в общем-то, классика для Всех СНГ матчей Так что Все Good luck Have fun каждому И Давайте разбираться теперь по расстановке лайн Empire отправляет вниз у нас Сайлента И к Сайленту наверняка отправится Aloha Dance Отправит Солуису на флай И в соло будет стоять Клокверк на топ-лейне Клокверк от No Fear И Бристлбек от Resolution Будет стоять на мид-лейне Стоять ему против Не очень удобного оппонента Фэн будет у нас на Шторм Спирите отыгрывать И я так понимаю Да Пожертвовал у нас Шторм Спирит ранней банкой Но все это Собственно в Некий профит все-таки выливается Шторм Спирит у нас покупает Мэджик Вонта Я думаю, вы понимаете Против Бриста Палочка-выручалочка постоянно будет у нас пополняться Так что проседать сильно Шторму не должен Шторм в принципе у нас Не сильно проседает на ранних левелах Не такой уж и дорогой Кстати Кремнант у Шторм Спирита Ну и плюс он не максится Все идет через оверлод Классическая схема для Шторм Спирита Ну, профессионального Шторм Спирита В приоритете обычно у нас пассивка Поэтому Мана Кое-как, но все-таки экономится Ну что, ФН забирает вообще без проблем Руну у нас на топ-лейне А Resolution забирает Руну внизу Все, разменялись Рунами команды Мид-лейнеры У нас уже с половины первого левела Уже Матч начался Крипы подходят А битвы так и не состоялось Что, в общем-то, удивительно Обыкновенно Коллективы у нас на рунах топчутся И пытаются хотя бы Кого-нибудь да выдернуть до старта Начать с уже состоявшимся ФБ Для команды Но это и моральная поддержка И вообще психологическое давление На своих оппонентов Resolution против ФНа На мид-лейне На топ-лейне у команды Вега-сквадрон Паша на фантом-ланцере И на хилпе у него стоит соло Сема the Slayer Понятно, да, чем занимается И куда направился у нас Сема Семен у нас будет Убивать Курьера Курьер уже несет Resolution у Боттл Не доконтролить Немножечко Курьера Доконтролить Немножечко Курьера Resolution инфы Как я понимаю, не имел Давайте посмотрим по карте Ну нет, по идее Не видел Не видел у нас Сему Resolution Ну просто Так На профессиональном уровне Сыграл Обезопасил себя Отправил Курьера через лес Я думаю, это уже У профессиональных игроков Особенно такого уровня Стоит Где-то на уровне автоматики Ну и что По хп у нас Проседает ФН Resolution залез под Тауэр Настреливает ему Тауэр по спине Resolution Еще один спрей на Шторм Спирита У него 50 хп Если прыснет Бристлбек еще раз По идее Шторм здесь развалится Еще один Спрей от Resolution Resolution дальше за ФНом У ФНа всего ничего Тут 100 хп осталось Стики провязал Ну все Вроде как спреи спадают ФН конечно по лезвию ходит Resolution не сильно тут В общем-то рискует Понятно, что Шторм зацепить его не может Самостоятельно А вот по Тауэрам стоять Все-таки была бы ошибка Ну и все В общем-то Шторма потрепали Достаточно плотно У Шторма Боттл уже летит У Resolution Боттл уже есть И Контроль рун от Эмпайр Топ руна У Resolution ДДшку себе забирает И нижняя руна У нас для Лоха Дэнса Команда Вега Пока что без руны Ну Боттл в принципе Фуловый для Шторм Спирита Отхилится Получится Обуз Курьера Время Похода Курьера Все-таки конечно В минус всей команде Обыкновенно идет Если Мидер у нас Обузит банку Но с другой стороны Если Мидер Умирает То это больше идет В минус Команде Ну и давайте по Крипстату Разберемся Сайвент у нас на первом месте У Гирокоптера уже 15 на 4 На втором месте У нас Паша На Фантом Лансере У него 14 на 3 Ну и ФН 14 на 1 Резолюшн на Бристлбеке По Крипстату Уступает своему оппоненту Это и не удивительно Во-первых Рэндж Атака У Шторм Спирита Дает ему плюсы Во-вторых И тот же Элементарный Уверлод Кстати Кремнант Позволяет Не по одному А сразу по несколько Крипов Фармить Ну Резолюшн Старается Пыхтит Уже где-то Близко у нас ФН Я смотрю Так экшена И какого-то размена По ХП По другим линиям Практически нет Команда Команда ведут себя Достаточно пассивно На лайнах Единственная линия Где какое-то Противостояние Происходит Это у нас Мидлейн Ладно Мидлейн так Мидлейн Останемся здесь Ну и по артефактам Давайте глянем Куда у нас Направляются команды У Резолюшн Уже появляется Стаут Шилд Есть Бутсов Спид Я так понимаю Это будет Ван Гвард Потом будет Гвардиан Гриф Ой Гвардиан Гриф Далековато я Шагнул Нет не Гвардиан Гриф Конечно же Это Я думаю Кримзон Гвард По классике На Бристалбека Там мы и Пайпу увидим В принципе Магического дэмэджа много Да всякого дэмэджа У команды Вега Сквадрон много Они укомплектованы Универсально Мидлейнер команды Вега Сквадрон ФН Приобретает себе Боттл И в Курьере тоже Я так понимаю Тапок для него Ну-ка Не показывает мне вообще владельца Со стороны команды Вега Сквадрон Ну видно да Чей-то тапок Ну что у нас Встреча на топруне Сема Заслеер Отправляет Найтмэр У нас Ноу Фира ФН уже здесь И ФБ здесь попахивает Ноу Фир На лоу ХП Через батарея Саут Пытался подраться Но это так До поры до времени ФБ забирает команду Вега Сквадрон Резолюшн даже не смещался Я так понимаю Резолюшн знал Что не успеет туда Хотя была хаста в батле Может стоило все-таки Попробовать И например Тому же ФНу Наглому настрелять Резолюшн не пошел туда Посчитал это ненужным Приоритет фарми Или просто Немножко недоконтролили ситуацию Вообще На Уфира сбрили за секунду Тут И неудивительно Что никто Не среагировал Вариантов таких Собственно не было Рейсбенд у нас уже есть Для гирокоптера Ну и Совсем немножко остается Доуарингов Аквила У Сайлента 31 на 12 По Крипстату Он на первом месте На втором месте Паша Паша уже приобретает Себе Рейсбенд У него Ну и все в принципе Да Деревья И Рейсбенд у него В Курьере лежит Паша пока без Аквила А нет А нет Что-то я Да Немножко Подвтыкнул Рингов Базилус уже есть У Паши Поэтому Аквила Летит По Нетворцу Сайлент на первом месте 2700 у него 2500 у нас У Шторм Спирита И У Паши 2400 Ну и попытки Какие-то выйти Заганкать Только-только Вот Предпринимаются Хотя бы частично Сема Зеслеер прогуливается По вражескому По вражеской половине карты Ну и под смоком Алоха Дэнс у нас Выходит на медлейн Леону есть чем цеплять У Леона есть Хекс У Леона есть подкоп Увидели у нас Сема Зеслеера И пошла погоня за ним Сюда Ноу Фир пока не смещается Ну Резолюшн на хосте Сема Зеслеер Просто в деревья Да ладно Увидели у нас Сема Зеслеера Найтмэр есть Брейнсап есть Какое-то время должен пожить Но здесь Резолюшн по идее Просто не отпустит у нас Бейна Хоста еще действует Совсем немножко осталось У Леона Зеслеер Пошел отдаваться у нас Эншитом И Клоквер Забирает первый фраг Команда Эмпайр Через ракету Клок близко не подошел Руками бить не стал Есть ракета В принципе чего напрягаться Ну и дальше у нас Погоня за Соло Нет Гу кстати у Бристлбека Но у Бристлбека есть уже у нас ульта Поэтому под Варпесом Разумеется Резолюшн как чокнутый несется Еще и Паша решил немножко настрелять 2-1 Эмпайр нашли Чем ответить За 2 кила Заработали 650 голды 473 экспириенса Алоха Дэнс у нас Приседает по ХП от ФН Алоха Дэнса Бросил у нас Шалу Гриф на Алоха Дэнса Но и по идее ФН не должен отпускать Своего оппонента Да и ФН все таки забирает этот фраг Но у Фер уже здесь У него 4 левел Надо просто цеплять руками У нас шторма Алоха Дэнс Алоха Дэнс Нет пользы тачи В это время у нас Тузка Кстати на топлей не развали Нет на нижнем лане развалили Погоня за ФНом Ну и ноуфир просто не догоняет По мувспиду 335 здесь 365 у Клокверка Клокверка отправляет Найтмейр Сема Зе Слейер И атака команды Эмпайр захлебнулась В это время Сайлент Файтится соло Причем файтится в соло И соло в соло Сайлент посильнее Разваливает у нас еще и соло На нижнем лане Команда Эмпайр По голде По идее должна повести Фантом Лансер Уже бакует за Т1 В принципе через иллюзии Это не сложно сделать Настрелял Алоха Дэнсу По щамы И Алоха Дэнс у нас Вынужден отходить Прямо таки По Т2 Эмпайр 1100 по голде В последнем файте 957 по экспириенсу ФНа не забрали Ну там и без ФНа Нормально фрага была Ну что Сайлент На лоу хп Маг здесь И здесь же У нас Шторм Спирит Шторм Спирит уже Входит в активную фазу Своего Действия В общем-то В этом матче У него уже есть Буллайтнинг Восьмой левел Вообще для ФНа Естественно он будет Здесь мобильным Он будет у нас В каждом файте Участвовать Если не в каждом То хотя бы К этому стремиться По Нетворцу Первое место У Сайлента А по крипам Паша обгоняет Сайлента Удивительно Сайлент только что умер 2-1 имеет счет А Паша по-моему У нас в файтах И не принимал участие Так и есть У Паши абсолютно Девственно чиста Кда 0-0-0 В драках Фантом Ланцер Пока что не присутствовал Его это не интересует Но это и не удивительно Фантом Ланцер Очень зависим От артефактов Особенно когда речь идет О противостоянии Против Гирокоптера Который теми же скиллами Тем же Флэккеноном Может разваливать Естественно Пейла Лучше оставить в покое Команде Вега Сквадрон Обезопасить его Дать ему Пространство для фарма И пусть себе Фармит В общем-то План Б Очень крутой У команды Вега Сквадрон Развлекать всех Через Булл Лайтнинг Будет у нас Шторм Спирит Да и Вортекс Здесь качнется в итоге Тот же Бэйн Может у нас Задезейблить Минимум Двух А в идеале вообще Трех В файте Одного в Найтмэр Второму Понижение Понижение атаки Бросить третьего Финс Грипп Забрать И в это время Естественно Будет там нарезать Паша Ну я думаю Такой план Вообще как-то Принуждает к этому плану Наличие Фантом Лансера В пике Что файт у нас состоялся На нижнем лайне Слишком потрепали Алоха Дэнса Чтобы продолжать Файт команде Эмпайра Вынуждены отойти По вышкам Собственно ситуация Тоже у нас нулевая Никто еще ни одного Тавра не забрал Да и пушили Редко собственно кто Мидлейн Тавара Так Немножко от крипов Пострадали Ну и только Топлейн у нас Начинает пушиться От команды Вега Сквадрон Эмпайр не идет На деф своего Тавра Видимо решили отдавать Значит надо где-то Устраивать Экшен в другом месте Если вы отдаете Тавр На топлейне Паша просто На одинокого Стоит и запиливает Тавр И никто его вообще не трогает Так Шторм Спирит у нас Где-то тут обогатился Так много пишется От этого Эфена Надо порезать Срочно ему ник Так много пишется Что как будто я Где-то Не знаю Трипл килл пропустил А это просто Руна Баунти У Шторм Спирита Была взята А потом была использована Жестячок Нуфир возвращается На сложную линию 15 на 1 У него Крипстат Где-то немножко Подворовал Крипов Ну у него есть возможность В любом случае Формить Даже если Крипам не подпускают Через ракетку Подстилить Немножко подформить Все это он может Ну что Шторм Спирит Прыгает у нас на Резолюшн Оверлод в Резолюшн Все-таки не запилил У нас Шторм Спирит И Резолюшн Начинает настреливать По крипам Никто не собирается Эншентов просто так Отдавать У ФНа уже лоу ХП Да и у Резолюшна Проблемы по ХПшке Прилетает ульта Аппарата В никуда Резолюшна просто Не зацепила И ФН на лоу ХП Пытается отсюда уйти Улетает у нас ФН Резолюшн просто На тупом вообще Дофарми лендшотов Потом поговорим Ребята Я ем сейчас Давайте потом драться Нет Выходи драться Чувак Нет Сейчас я доем Мама сказала Пока я не доем Я драться не пойду Резолюшн просто Допилил себе крипов У него в принципе Уже есть деньги на Вангвард И Курьер летит у нас В Секрет Шоп Посмотрим Как Бриз будет у нас Собираться Пока что есть Вангвард Есть ПТ Есть Боттл Мэджик Стик Будет ли это сразу Гвардиан Грифс Или Резолюшн Какие-то промежуточные Артефакты Начнет собирать Например Что-нибудь На тот же Пайп оф Инсайт Я думаю Более чем полезно В этом файте Ну посмотрим Как там дела У Мэйн Керри У Сайлента Уже есть Яша У Сайлента Есть Аквила И Фейсбут Со стороны команды Вега Сквадрон У Пэйла Есть Яша У него есть Мордип Маск И Пэйл у нас Собирается во Владмер Как я понимаю Аквила скорее всего Разбирается Там докупается Хедреска И вся команда Вега становится Чуточку Но все-таки сильнее Да и для самого Пэйла Владмер очень полезная штука Аллоха Дэнс Видит Пашу У Паши есть Доппельгангер В принципе попытается уйти Да уходит у нас Из-под стана Аллоха Дэнса И в никуда Сайлент просто отправляет У нас кулдауны Тут как тут ФН Олэсу на флай На ЛОХП Бросает на себя Шаллоу Грей Поймал у нас Все-таки ульту аппарат Олэсу на флай Должен он в итоге Здесь догореть Пока что файт Один в один Бэйна забирает команда Эмпайр На ЛОХП здесь туск ФН с резолюшином Резолюшин настреливает Очень плотно Еще и на Уфира Здесь зацепили На ЛОХП Паша Паша отсюда уходит И команда Эмпайр теряет двоих И отвечает точно Так же двумя киллами Дазла и Леона Разменяли на Туска И на Бэйна Просто Фактически Обменялись любезностями Подарили саппортов Одни Подарили саппортов Другие Файт у нас Без смертей Кор-героев Но Паша на таких соплях Отсюда ушел Просто жесть Вообще у него Черная была полоска И даже без намека На то чтобы Пойти по Элу Где-то подраться Даже я так смотрю И Спиритланс не рисковал Подходить и Запиливать в кого-то Ну кто знает Какая-нибудь хилка Упала бы от Дазла Или ракета прилетела От Клокверка Или Бристлбека Неудачно ткнули бы Ложкой в спину И Спреем Того же Пашу Расковыряли бы Ну и вот у нас Первая встреча Лицом к лицу Сайлент против Паши Погоня у нас пошла За Сайлентом Паша напихал Плотненько Гирокоптеру Прям под винт И Сайлент вынужден У нас отходить Причем Отходить аж до Т2 В это время Резолюшн в Инвизе Видит Соло И по идее Соло расковыривает Соло Опять у нас Соло в Соло Проигрывает Ну тут без вариантов Безусловно Драться против Сайлента Или драться против Резолюшн А Ancient Operation У которого вообще Ничего нет Это проблема Ну и Сайлент Улетает с топлейна Миллион просто Дэмэджа вносит у нас Паша на ранних минутах Пока что Сайлент Против Фантом Лансера Не боец Лоу хпшный Клоквер Старается сделать Тэп аут Под шалу грейбом У нас Ноу фир Ну и кто тебя Отсюда отпустит Бэйн через финс гриб Вместе с туском Расковыряли у нас Клокверка 7-8 Вот такая дота Интересна 14 минут 15 Фрагов И на том спасибо Команды Активно Начинают действовать Первые Скиллы появились Тут не столько артефакты Сколько от скиллов Зависима и одна И вторая команда Например Штурм спирит Для того чтобы Начать у нас Экшен творить Для этого Мы просто необходим Шестой левел Будет мана Хорошо Не будет маны И так неплохо Сколько Сколько не будет Но все таки Пролететь в буллайтнинге Штурм спирит может Да и туск у команды Вега сквадрон Уже на приличных показателях У мага уже Девятый левел Кстати по левелам Очень таки жестко Выглядит мага Ну-ка давайте Общую Экспу посмотрим Так Резолюшна Под найтмэром Зацепили На мидлейне Отпускают Так вот по экспириенсу Команда Вега сквадрон 1800 выигрывает У своих оппонентов И по голде Вега выигрывает 2000 Вега фармит лучше Давайте смотреть Нетворсы Кто там Жжет Ну Паша Просто в порядке Так Паша у нас цепляют Паша опять Уворачивается от колдауна Стараются разобрать его До доппельгангера И это удается Сделать команде Эмпайр 8-8 Должны плотненько Поиметь голды у нас С Мейнкерри команды Вега сквадрон Так и есть 749 За один фраг Ну прилично денег Капнуло Эмпайр И они выходят На Тауэр Немножко графики Сместятся В сторону Команды Эмпайр Но большой погоды Наверное не сделают Но в моральном плане Приговорить у нас Мейнкерри Вещь полезная То у нас В последнем файте Паша Просто ушел На лоу хп И какой-то уверенности Это все-таки вселяет Что тебе прет И ты в порядке А тут нет Ничего такого Верная ситуация Эмпайр Не сплоховали Туск у нас Скорее всего Волоха Дэнс Собирается влететь Да я смотрю Сноубул прям таки Ждет у нас Леона Мага Сразу же цепляют И маг отсюда Вряд ли уходит Сайлент Через рокет бараш Просто расковыривает Бедняжку Туска Туск погибает У нас от рук Дазла Ну и дальше Полетел Сайлент У него уже есть Энжин Яши У него уже есть Фейсбуцы Скорость Передвижения Просто громадная Хотя в соло Конечно Паша У нас Сайлента Просто унижает Но больно Гирокоптеру Невероятно Это при том Что у Паши Нет еще диффузов Диффуза Я так смотрю И не в приоритете У нас у Паши Пока что И не собирался Их Тарить себе У него уже есть Зато Бутс оф Тревел У него есть Яши И у него есть Мордип Масс Пока что И Владмер тоже не собирал Ну дэмэдж Который наносит Фантом Лансер По тем же саппортам Без диффузов Очень сильно отличается У дэмэджа с диффузами Я думаю вы все это прекрасно знаете Пэйл с диффузами На ранних левелах Просто распиливает Того же Леона Того же Дазла И не только распиливает А позволяет еще и Свою команду оставить Без саппортов Что в общем-то В файте скажется Ну Я смотрю тут Паша Не планирует Не планирует Не планирует Не планирует Пока идти у нас В диффуза Мага цепляют По магу Два удара кулдауна Маг Один из них заивейдил Через сноубол На ло хп здесь маг Цепляют у нас ФНа Нашли новую цель Игроки команды Эмпайр Сайвент близко не подходит Коги поставил клокверк Скорее неудачный Чем удачный Ноуфир Свою команду отделил От соперника При том что Команда Эмпайр была в атаке Ну Немножко здесь Не очень сыграл Ноуфир Но Бывает У кого У кого такого не было Чтоб Когами взять И отрезать всю свою команду Когами или Фессура Или Еще чем-то Эмпайр выходит по голде Вперед у них Где-то 700-750 преимущества По экспириенсу Команда Вега Сквадрон Все-таки держит первенство На чуть-чуть На немножко Но тем не менее Ведет И посмотрите Собственно Ранние минуты Команда Вега Очень даже на уровне Очень даже Не знаю Тут букмекеры правы были Или не правы Может недоанализировали А может Вега Взяла все в кулак И Решила собраться Плотнейшим образом Против Эмпайр Я не думаю Что есть на самом деле На С-портале Более грозный соперник Чем команда Эмпайр Они являются Безусловными фаворитами И об этом говорят многие Единственный Кто Где-то вот на равных С Эмпайр Мог бы тягаться Это скорее всего Команда Виртус Про Но Эмпайр с Виртусами Пока еще не встречались Бристлбэк Пошел у нас напиливать По Паше Паша старается отсюда свалить Ну и ТП Паша все-таки сделает Ну и в частности Кстати вот посмотрите Отсутствие диффузов Что Чем чревато Например если Против Резолюшна В Соло Драться нет смысла У нас Фантом Лансеру И Паша просто делает ТП Аут То например Иллюзиям Бить Резолюшна Ну проблемы в этом Как таковой нет Так в то время Сайлент у нас Развалил еще раз Мага Бедняга Маг Он сколько раз уже Сколько тысяч раз Четыре раза у нас уже Туск отправляется в таверну Я закончу мысль О Фантом Лансере А когда улетает У нас ПЛ Иллюзия еще Ударов 12 наверное В общей сложности Наносят по Резолюшну И все эти удары Были бы минус Манаун Для Бристлбэка А по мане Брист очень Плотно страдает Ты не самый умный герой Да и к чему быть умным Когда ты такой сильный Поэтому Тут конечно Не хватает данного артефакта Поймали Клока Ноуфир Страдает от ФН А кстати ФН может и влететь У нас на ноуфира Ноуфир Ульта от аппарата Прилетает ноуфира Ноуфир должен здесь склеиваться Шаллогрей Бросает на него Лысо на флай На лоу хп здесь ноуфир Ноуфир делает тп аут И ладно И выживает у нас ноуфир Да тут импайр Просто на грани Проводят файты Уходят лоу хпшные Абсолютно Ну блин Кто бы говорил Команда Вега Сквадрон Тоже у нас Частенько этим грешит Ну и все Появляются два блейта Фалакрити Есть рецепт на диффуза И у Паши вот-вот В принципе деньги уже есть На ропу в зе мэджи И у Паши Готовы Диффюжил Блейд Теперь команда Вега В файтах будет Гораздо Опасней смотреться Сайлент Просто в соло Разваливает Фантом Лансера И соло у нас Отправляется в таверну Но это от резолюшена Сайлент Убивает соло Керри команды Вега Сквадрон И здесь Империя получила Мне кажется Очень плотное преимущество У Сайлента По фарму Все прям таки Прямо таки Скажем Великолепно Он обгоняет Пашу Который много времени На фарм потратил Он уступает Немного резолюшену И по артефактам У Сайлента тоже Все хорошо Почти готов БКБ Уже есть Огр Клаб Уже есть Митрилхаммер Для Сайлента И Сэнджин Яша Тоже в общем-то В этом билде Геррокоптера присутствует У Пейла В свою очередь Есть Яша И есть Дефьюжал Блейд Ульта Соло В троих Соло просто озверел Четыре раза умирать Еще бы не озвереть Соло здесь Уже не С командой Вега С командой Эмпайр Точнее не играет Ульты стали Постоянными от Соло Ульты стали агрессивными Даже если команда Вега И не нападает То как-то нервишки Пощекотать команде Эмпайр Все-таки Соло решает Причем в любой ситуации Будто пуш Будто файт Ну и пока что В последнее время По крайней мере Последние три ульта Соло прямо-таки Отлично залетают Да, есть минус В файтах команды Вега Что они Не дерутся просто И не навязывают Этки файты Поэтому и Ульта аппарата у нас Ни к чему не приводит Но это уже Дело Всего коллектива Ноу фир Фен с грепи Фен не отпушит у нас Ноу фира Еще сюда и прилетает Леон Ну вовремя Додумал Соло Ходенс У нас отменить ТП Видимо до последнего Решил давить Кто-то руханет Нет Команда Вега Сквадрон даже не пыталась У нас разворачиваться И уходить У Фена уже есть Бладстоун И у него уже полторы тысячи На руках Вообще давайте По артефактам пробежимся Первая за сегодня Рубрика Модный приговор Туск у нас С даггером У Туска есть ПТ Есть Мэджик Вонт Ну и так по Шмоткам Мелочи всякие Например Боттл и Стаут Шилд У Фантом Лансера Мы уже видели Как дела обстоят Ой Мак просто Пополам вообще Разорвал Дазла Опять же Участвовала здесь Ультауна Соло То что ворвался Мак И просто через один Валрус Панч Ас Шарт Развалил Дазла Это не сложно было Тем более под ультой Соло Но Соло Продолжает быть Максимально точным Дазла потеряли внизу А Алоха Дэнс Развалился у нас на топ лейне И ФН уже 10 зарядов Имеет в Бладстоуне В это время Соло Вкушает месть от Резолюшена Резолюшен За всю команду Капитан тут Во вражеском лесу Нашел своего оппонента Ну а вот эта дабла Резолюшен плюс Сайлент По-моему невероятно жесткая И например тому же ПЛ Будет очень больно Флэкенон 4 левела Квилл Спрей от Бристлбека Тоже 4 Да и вообще Брист у нас уже Практически с третьим ультом Копейки по экспириенции Остаются Резолюшену до появления 16 левела По артефактам Давайте закончим Все-таки А то как-то Не дают команды Да и не дадут Я так понимаю Сейчас Пашу будут цеплять Кто там даст мне Артефакты посмотреть Хочу смотреть вещи Хочу смеяться 5 минут Все Вроде как Агрессия снизилась У Шторма уже есть Обливент Став ФН также у нас С Бладстоунем 1400 на руках У Соло Начинает формироваться Аганим Есть у него Хэнд оф Медас Поэтому Аганим более чем реальный Ну и Пашу поймали у нас На топ лейне Ноуфир не жалеет ульт Конечно же Сайвент Не жалеет у нас Кулдаун Сайвент вообще у нас Кулдаун Просто в любой непонятной Ситуации Юзай кулдаун Наверное в этом есть плюс Потому что я говорил Какой процент побед У команды Эмпайр Когда для Сайвента Пикают герокоптер Он за 70 переваливает Бэйн у нас С Клоаку Бэйна и есть Аркан Буцы Теперь давайте По команде Эмпайр У Сайвента 1800 на руках Есть БКБшка С Энжин Яша Фейс Буцы Ну и всякая Мелочушка тоже имеется У Алоха Дэнс Уже есть Даггер И он кстати Очень явно Его продемонстрировал Кустарный Агрессор Алоха Дэнс Клокверк Уже с Форстафом У Клока у нас Есть Ранквилы Есть Рурнов Шадоуз Для Ноуфира У Дазла Аркан Буцы Ну и есть Медалинов Кураж Причем достаточно давно Появился Аркан Буцы Только недавно Дазл себе Доформил У Бристалбека От Резолюшена Уже Практически готовая Кераса 300 голды Всего лишь Остается Бристалбеку Пачка Эншентов И в принципе Команда Эмпайр На 25 Наверное Ну максимум 26 минуте Должна уже быть С Кераса Это какой-никакой Все-таки плюс Эмпайр Вышли вперед По голде 1800 в их пользу По экспириенсу Вега Сквадрон Тысяча Преимущества Ну и вот о чем я говорю Вот иллюзии Что творят с Резолюшен Все Резолюшен Без Квилл Спрея Просто постоял Пободался В лобовой атаке У нас против Паши Ну Я думаю Вы знаете Все что Бристалбек На самом деле Как герой Ну тупой У него Интеллект Здесь Ну Не алло совершенно Поэтому и маны Минимум У Резолюшена Резолюшен БКБ провязал Разворачивается Готовится Файтится Опять же На Квилл Спрей Тут всего ничего У Резолюшена Еще один Квилл Спрей И Резолюшен Вообще остается без маны Ну и с такими героями Против Фантом Лансера Выступать Ну совсем неприятно Та же Ситуация Касается например И Рейс Кинга Леорик Очень сильно страдает По недостатку маны Он там Вообще Один-два стана может дать И остаться у нас Без Реинкарнэйшен А оставаться без Реинкарнэйшен Когда Фантом Лансер С громадным количеством Иллюзий С диффузами Тебя пилит Это вообще прям Налегке Можно делать Ну и Брист И Брист В Рейс Кинг Я думаю Найкс Очень сильно страдает От этой ерунды Не может и в Рейдж У нас уйти И Да Тоже тот же Инфест Тоже Проблемой становится Когда Фантом Лансер Начинает у нас Колдунство свое Ну Пэйла Развалили Достаточно быстро Здесь вся команда Эмпайр Практически вся Безрезолюшна Ворвалась у нас на Эншентов И Пожалел наверное Все таки Паша Что отправился Этих Эншентов фармить А ну мне надо было Думает Паша Нет конечно Конечно надо было Фармить В любом случае Необходимо Пэйла Он уже на четвертой Позиции По Нетворцу Курьер Рейдентов Погибает И в Курьере Погибает Кераса Команды Эмпайр Немножко Не хватило Команде Эмпайр Чтобы приторабанить Себе этот важный Артефакт И в итоге Еще 2 Минуты 40 секунд И Берри придется Драться без Дополнительного Дефа Да и Резолюшн у нас Не такой твердый Ноуфир Как же сильно Получает у нас От Рохи И от ульты Соло Соло опять Достаточно точен Своей ультой Но Как было и до этого Результатов Ульта Соло Не приносит В большинстве случаев Так и случается Потому что команда Вега После ульты Соло Никакой агрессии Не проявляет Это как ульта Зевса Когда вся команда Стоит на хайграунде Просто прочекать Там они Не там они Авось пройдет Авось кто-то лоу хпшный Бил нейтралов Или Авось они там Рошана на соплях Абсолютно убивают Сейчас я Ульту запилю И минус 4 Сделаю минимум Нет такого не было Эмпайр фуловый Подошли Поэтому ульта Соло Это просто Манно Маннотратство 15-11 По голде Эмпайр 2000 Ой 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 Какой жесткий хукшот У нас от Ноуфира Прямо таки на Сикрет Шоп Сёма Зе Слеер На лох и п Ноуфир по идее Его отсюда не выпустит Эфену просто Надо отсюда улетать Ну и а лоха дэнс Просто разваливается От Шторм Спирита Ракетным топливом Которое сгорало у нас Для полёта Эфена Просто разорвало На куски у нас Бедняжку Алоха Дэнса В это время Ещё и Соло Отправляется в таверну И выкид Сик У Сайлента И у Бристл Бека На топ лейне У нас Unstoppable Эмпайр Вырвали Необходимые артефакты Эмпайр получили Необходимые левела И теперь Агрессия от них Неминуемо Потому что герои Такие что можно Драться Есть флэгкенон Есть дэмэдж От гирокоптера Который Никуда собственно Не девался Это Рокет Бараш Это флэгкенон Это те же Фазы С Сен-Жин-Яшей Которые гирокоптеру Дают ну тьму Вообще дэмэджа Бристл Бэк Который По дамаге Просто Вопиющий Благодаря своим Квилл спреям Пробивать его Очень сложно У него 2000 хп У него есть БКБшка У него сейчас Будет Кераса Через 40 секунд Ну и уже почти Готовый Башер у нас Для резолюшн Уплотниться по хп Там еще и ловить Можно будет Кого-нибудь Так поймали у нас Алоха Дэнс А вот и Фэн Потеет за всю команду Фэн и правда Отыгрывает на 5 с плюсом 12 зарядов Уже в Бладстоне У мидера команды Вега Так в риф у нас пошел На Т2 Команды Вега Складрон Сема Зе Слеер Через брейнсап Немножко отхиливается От ноуфира Но уйти не получится У нас Сема Зе Слеер отсюда Резолюшн Еще один Квилл Спрей И Уикед Сик От капитана Команды Эмпайр Разрозненно Конечно Действует Команды Эмпайр Кто где находится Например Леон умирал у нас На мидлейне В это время Команды Эмпайр В лице трех игроков Пушила топлейн Сайлент был вообще На базе Сайлент Просто у нас на отдыхе В курорте Под фонтаном Нежился Команды Эмпайр В пятером Собирается редко Максимум Что я видел Это четыре Когда забирали Пашу Все время То Резолюшн Где нибудь фармит Дофармливает То Например Тот же Леон Не успевает Добежать команде Эмпайр К своим тиммейтам Ну что Вега Сквадрон То ли просто Задавить решили Своих оппонентов Морально Уничтожив Весь их лес Или постоянно Уничтожая Весь их лес То ли вышли на атаку Но вдвоем Вряд ли пойдут у нас Паша и ФН Хотя и ФН Такой сорвиг голова Что и в соло Может ворваться Например Леон От Алоха Дэнс Уже прекрасно Об этом знает Алоха Неоднократно От этого страдал Ну и все Вега уже вынуждена Перемещаться На собственный Хайграунд Уже ТПшки идут На хайграунд Просто для того Чтобы отпушить Крипов Эмпайр понемножку Но давят На своих оппонентов По идее В данной ситуации Эмпайр должны Географически Занять выгодные Для себя позиции Обрезать фарм Команди Вега Сквадрон Посмотрим Вообще Получится ли Сему просветили Или нет Нет Сему команда Эмпайр не видит Но приблизительно Знает Где находится У нас Сема Здесь у нас Маг Здесь у нас ФН Кстати Маг Остается в соло И Резолюшн Скорее всего Начнет наплевать У нас по Магу Команда Эмпайр на топ-лейне Резолюшн Агрессию пока Не включает Видимо До Финала Инвиза Будет Резолюшн Стоять ТПшка Пошла сюда На помощь От Клокверка В принципе Можно уже Влетать в Мага Сноубол Пошел от Мага Все В Резолюшн Влетает у нас Мага Куда девается Туз Туз Просто делает Даггераут Маг Просто ловкость Руб Никакого мошенничества Ну не до конца Конечно Сема Заслеер Он просто подписался На пожизненные Хукшоты Ноуфир Ни в кого вообще Кроме Семы Сейчас я смотрю И не влетает Но и Сема Нолог ХП Уже сейчас Через батарея Сау Должны его забрать Ноуфир Финс Гри Пошел в Сема Заслеера В ноуфира Точнее От Сема Заслеера Пошел Финс Гри Развалили Бэйна Развалили у нас Клокерка И Фен Фен Викед Сик Уходит отсюда Убил Ушел Убил Ушел Просто ниндзя Какой-то Вообще Неуловимый Мститель Этот Шторм Спирит Команда В лице Саппортов Льется А Шторм Спирит У нас Прямо-таки Скажем Жет Причем Достаточно Плотно А по Нетворцу Конечно У нас Фен Не в топе На четвертой Позиции Он на первом месте Сайлент На Геракоп 3 На втором месте Резолюшн Только потом Уйдет Паша И вот Паша Ненамного Но все-таки Отстает у нас Шторм Спирит Это при 7 Такилах И ни Ни единой смерти Паша Больше времени Уделяет фарму Ноуфир Ой не ноуфир А Фен В свою очередь Больше Времени Уделяет файт Причем эти файты Как-то В одно лицо У нас организуют В околе Эмпайр выигрывает Всего ничего Полторы тысячи На 32 минуте Это немного По экспириенсу Эмпайр выигрывает 600 Вега Держится бодрячком Не стоит забывать Что у команды Вега Сквадрон Есть фантом лансер Я конечно Уважаю герокоптера Герокоптер от Сайвента Еще больше уважаю И действительно Это мощно Это сильно Но ПЛ Если не имбовый То с налетом Имбовости И ПЛ-то может Расковырять четверых А потом В соло Сайлента Команда Вегата Разберет В любом случае Герокоптер тоже Сильный герой Но он не бессмерт А ПЛ Мансить может Гораздо дольше Но и ФНа Просто пополам Вообще распилила Герокоптер вторую ракету Так и не приземлил На голову Шторм Спири Тут 20 14 Становится счет Команда Эмпайр Продолжает наращивать Преимущество по фрагам По голде Это практически не отражается Хотя вот Тысячу А это ФНа-то первый раз убили 710 голды Куда там не отражается Шторм уже в игре В Бладстоне Был триллион зарядов Шторм достаточно быстро появился Ну и первый заход на хэкграунд От команды Эмпайр 33 минуты 50 секунд ФН Фактически на фуллману У нас влетает Возвращается ФНа что это вообще А это не ФН влетал Это ульта Ой Напугал меня Аппарат Я думал что это ФН летит Куда полетел Зачем Ну тут уже Извините немножко Подплужил И такое бывает Команда Вега Складрон Начинает просто в спину давить Коллектив Эмпайр На отступление решили поймать Сайлента ловят у нас через диффуза Сайлент БКБ проюзывал У Сайлента проблемы теперь Причем Жесточайшего плана проблемы Сайлент разваливается До этого Годлайк стрик получает Сайлент ФН ковыряет у нас Дазла Дазла отправляют в таверну Алоха Дэнс тоже в таверну Пока что файт 3 в 2 В пользу команды Вега На лоу хп у нас Вот вам Паша Вот вам Фантом Ланцер с диффузами Он просто чумной вообще Этот Фантом Ланцер От него хрен уйдешь Вы видели что случилось с Сайлентом Резолюшн аж крутит на своей таверне И меня аж трясет Говорит Резолюшн Ну Команда Вега огрызнулась очень плотно 3200 по голде 5300 по экспириенсу На ровном месте сократили Отставание по фрагам Теперь еще и полакомится Тауэром на мидлейне Внешний Тауэр остался внизу И вверху И ФН сразу же отправляется на топлейн Поэтому Т2 остается только на нижнем лане Мидлейн забирают Ну и Т2 внизу Все остальные цели Они уже на хайграунде Команда Эмпайр Ну и тут плыли-плыли На берегу утонули Команда Эмпайр вроде давила-давила И теперь Вега Сквадрон по идее должна выйти в плюс Мне кажется всего полторушку Или две с копейками выигрывала Эмпайр А проиграли тут порядка трех В последнем файте Плюс два упавших тавера Ну и ФН прям таки жжет Прямо таки жжет У Пейла появляется Скади Ой, Паша сейчас просто начнет показывать Что это за ник, что он значит И к чему собственно такой ник был Теперь с Пейлом сражаться уже не так приятно 2300 хп У него 200 у Герокоптера У него есть Доппельгангер У него есть Тьма Иллюзий Да и с руки он пилит 220 Без всяких там бафов Без каких-то бустов Да и артефакты на демедж Но они просто по сути отсутствуют у Пейла У него артефакты на статы У него нет чистого демеджа какого-то Вот пожалуйста А в Скади Дает тебе статы Манта Стайл дает тебе статы Диффуза дают статы Ну и все И Мордип Маск То есть на демедж ничего еще нет Никаких там манки кингбаров Или даже Даже Баттл Фьюри Более Такой вот Дамажащий артефакт А не статовый Все просто в плотность Собирает себе Пейл У Пейла 27 дефа Попробуй вообще распили Ну с другой стороны Мэджик Дефа никакого нет Ноу Фьер прилетает в Резолюшн Резолюшн аж уснул От такого нелепого мува От Ноу Фьера Коги от Ноу Фьера Вдруг кто будет врываться Где там Соло кстати с его ультой 23 секунды не будет кстати Еще Айс Бласта И команда Эмпайр просто отходит ФНа будут пытаться ловить Но это невозможно в принципе Кстати у Бристл Бека Есть уже Абисал Блейд Резолюшн по фарму На первое место выходит 2350 монет за всю игру Нафармил Резолюшн ФН кстати никуда не девается Он Always on a Fly Просто развалится Все пошло у нас Соло Always on a Fly Always on a Fly из Оркида Просто у нас уже живым не выйдет Доминейтинг стрик для Шторм Спирита 11-1 идет ФН Абисал Блейд ловит у нас ФН Ну и ФН неужели умрет здесь Нет не умирает На лоу моне у нас ФН Вряд ли получится ему отсюда уйти Хотя шанс конечно есть Резолюшн просто пилит у нас ФН А как только может В это время Паша Разваливает потихонечку Науфира Науфир делает ТП аут И Резолюшн закрывает ФН никуда не собирается отсюда уходить Квилл Спрей от Резолюшна Сейчас закончится Как только до него доберется Паша У Резолюшна будут траблы Вальдерус панч Вот Туск не может быть проюзан Здесь БКБ Но плевать абсолютно Сема за Слееру на БКБ Поймали Резолюшна Резолюшн без маны Квилл Спрей не Квилл Спрей Команда Эмпайр теряет еще одного игрока 22-21 Вега Просто в кулак собрали все причиндалы И так жестко опрокидывают империю Алоха Дэнс Еще и здесь Вот Паша чуть не отхватила Что за подкоп был? А это от Алоха Дэнс был подкоп Мне показалось что Леона подкопали Нет это Леон нас подкопал Это паут Ну и посмотрите на голду 5000 команды Вега Сквадрон Они проигрывали 2500 Сейчас пятерку выигрывают По экспириенсу Они проигрывали 2 Сейчас пятерку выигрывают Прямо таки все очень хорошо Вега Сквадрон складывается Нашли чем закомбетчить И у них есть герои Которыми можно комбетчить Я сейчас говорю о Фантом Ланцере Кстати Пашу поймали Finger of Death От Алоха Дэнса Ну и Сайлент разваливает у нас Пашу Тут агрессия на агрессию Eye of Scuddy от Сайлента Eye of Scuddy У него есть МКБ У него есть Сенжин Яша И БКБ Гирокоптер заряжен тут исключительно На то чтобы с Пэйлом разбираться Гирокоптер сильно страдает От Фантом Ланцера Но есть шанс Ой Соло Ой-ой-ой-ой-ой Сайлента просто Подрасковыряло Сайлент по идее не должен умирать Хотя Был ли здесь Аганим Здесь Аганим был Сайлент у нас По идее скопытится Заканчивается Шалу Грейв Сайлент уходит в инвиз Ну как БКБ провязал Сайлент нет Сайлент все таки не умирает Сайлента выхиливают Нож Попытка была прямо таки скажем Великолепная Вот Соло Ульта залетела Туда куда надо Ну и потрепали нервы Немножко команде Эмпайр Да и мне Че там вообще душой кривить Я тоже так перетрухал Плотненько за Сайлента Линкенсфера есть у ФНа У него есть Оркет У него есть БКБ БКБ причем 9-секундный Только-только недавно появился Ну и ФН боец Очень бравый В составе команды Вега Сквадрон По фарму он По прежнему на треть Нет не по прежнему Был до этого на четвертом месте Ловит Ноуфира У нас ФН Ноуфир Вроде и крепкий герой Нормально у него по дефу Всякие там Коги Батареассауты Где все это Когда ты у нас Под Оркетом находишься Клока расковырял ФН и уже может заходить На хайграунд ФН влетает на ХГ Развалили быстро Крипов Команда Эмпайр В это время Файтится внизу Сайлент в Глиммеркейпе Фингер оф Финсгрипп Сема Зеслэйр провязал Соло на лоу ХП Дальше за Сема Зеслэйром Гонится у нас Сайлент Сайлент под Алибардой Ой, Мак тут просто Сайлент там Вообще Неподобающим образом Поступает Сайлент Собирался Собирался в демедж А здесь и дамажить не дают Потому что бить Просто не имеет возможности Байбай пошел у нас От Ноуфира Врыв в ФН Ну смысла вообще Я так и не вижу Особенно Ну и уже сюда Бристлбэк летит в ФН А врываются Абисалблейд Есть у Резолюшна Прошел Абисалблейд У нас по ФН ФН Просто делает у нас Болл Лайтнинг Аут Если есть такое выражение Если нет Давайте патентовать ФНа поймать Практически невозможно У него Монопул 2200 2220 Если быть более точным У него Монориген 50 в секунду У него есть Линкен Сфера Там попробуй вообще Всунь в него Хоть что-то Все вообще Скатывается у нас По Линкен Сфере Которую Шторм Спирит Затарил И Бутс Уф Тревел Появляется Для Шторм Спирита Сейчас станет Просто какой-то Сплит Пуш Силой Необычайной Абсолютно Да и Паша У нас уже может Сплит Пушить На пару с ФН Отправил иллюзии Пусть они там Сами занимаются Чем угодно Не контролить их Толком не надо Сами идут Сами сносят 21 левел ПЛ 24 левел Шторм Спирит Сайлент 21 И Резолюшн 23 левел По Экспириенсу Команда Эмпайр Уступает Своим оппонентам Почти 7 тысяч По голде Вега Сквадрон Тоже впереди 7 тысяч В их пользу Ну что ловит у нас Соло Соло-то по идее Распилят Алоха Дэнс Фингер оф Дэс Не жалеет Будут ловить у нас Алоха Дэнса Вортакс пошел В него Алоха Дэнс Отправляется в таверну Дальше погоня За резолюшеном От Эфена В ПКБ И ТП Аут Пытается сделать резолюшен Валеру с панчем Под задницу И Бирстелл Бэкум Надо будет здесь драться Вряд ли конечно получится Потому что команда Вега Сквадрон Вчетвером здесь А если учесть Сколько этих Фантом Лансеров То в Десятером Минимум Команда Вега Сквадрон Нападает у нас На капитана Команда Эмпайр И теряет по голде Становится 26-27 Все что Эмпайр выигрывали Они потеряли И по фрагам И по экспе И по голде По всем показателям В принципе И теперь Если Эмпайр выигрывать То только за счет Какого-то массового камбэка Я думаю Что мы здесь И рапирку Можем от Сайлента Увидеть Сайлент Начинает настреливать По всем Паша под кулдауном Маг под кулдаун Сайлент в Глимеркейпе Стоит спокойненько Скромничает Теперь против Паши в соло Ну и под Вортексом У нас Сайлент Коги здесь По идее допиливает Сайлента Сайлент отправляется в таверну Дазл в таверну И еще и На всякий случай Ульта у нас От Соло летит На базу Минус 4 Делает команда Вега Сквадрон Минус 4 Ну с учетом Резолюшена Которого потеряли давно И вынуждены Байбэкаться Игроки команды Эмпайр У Гирокоптеру На ближайшее время О каких-то серьезных Артефактах Надо забыть Сайлента 2500 Остается на руках Потратил байбэк В принципе Все уже потрачено Для Сайлента В ближайшее время Байбэков не будет Можно где-то и о рапире Я думаю Задуматься Почему бы и нет Ну и Конечно же Гирокоптеру не хватает У воротов Вот этих Иллюзий ПЛ Если бы были Миссы То и Гляди где-то По монапу Сохранилась гирокоптеру Да и скорость атаки Дэмэдж Все это гирокоптеру Прям как воздух Сейчас нужно Ну и непонятно Куда идти Идти в баттерфля Или Идти например В рапиру Естественно От Сенжин Яша Потом придется Избавиться Это Не самый полезный Артефакт После там 60-й минуты Если вдруг Игра у нас До этой стадии Дойдет Ну кстати Игра у нас Постепенно Потихоньку Но идет Глубокий лейт Достаточно глубокий По 25 кусков У нас уже У ФНа Есть 25 тысяч У нас Для Фантом Лансера У Резолюшина И у Сайлента По 23-24 тысячи Соответственно Игра у нас Переходит в ту стадию Когда Файт какой-то Через минут 5-6 Файт В минус 5 Закончится с носом Как минимум Двух А может даже И трех линий сразу Ну и там Камбэч Не хочу Не достает Кукшотом у нас Ноуфир по Паше Паша отсюда уходит Встретились Пожали друг другу Руки Чуть-чуть Ребер поломали Что ПЛ Что гирокоптер И расходятся Ну и давайте Смотреть на Пашу У Фантом Лансера Уже есть Сатаник У него уже Айов Скай У него Манта Стайл Диффуза второго левела Ну и только Аквилу выбрасывать И например Какую-нибудь Тараску приобретать Здесь Паши Чтобы просто быть Непробивным Или например Я даже не знаю Наверное Тараска Самый вменяемый вариант Алоха Дэнс у нас ловят Алоха Дэнс Старается сделать ТП-аут Алоха Дэнс Улетает Ульта аппарата Полетела Алоха Дэнс В это время у нас Гадлайк Леон все-таки Развалился ФН Как это вообще Возможно было Где ты Чем он убил его Я так и не понял Наверное удар Долетел все-таки От ФНа На хайграунд Сноуфир Просто отходить отсюда Вега такая Что вообще Не подходи к ним Колючие до ужаса Вроде Бристлбэк В составе команды Импайра А команда Вега У нас как ежи К ним подходишь Там удар Они тебе в ответ два Ты опять им удар Они еще два Что ж вас так потрепали Это в группе А Вега Хотя второе место В принципе Че переживать Вега выигрывает По экспириенсу Более 12 По голде 16 тысяч Тоже в пользу Команды Вега Складрон Резолюшн Приобретает себе Водит Стоун Куда движется Резолюшн Пока не знаю Неужели это Хекс будет Или Диул Или Хекс Миллион всего Что там еще Своит Стоуном Может быть В принципе Либо Юул Либо Хекс Что ловит у нас ФН Абисал Блейд Прошел у нас в ФН ФН под БКБ Но по идее Его должны здесь развалить ФН на ЛОХП Отсюда улетает И летит 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 Пока вообще Есть возможность На всю ману На Шторм Спирит Улетает Еще и ТПшку Во время булл лайтнинга Провязал на ФН Просто вообще Великолепно смотрится В составе команды Вега Но Лан сидит Смотрит Если сидит Смотрит Или реплей Будет смотреть Я думаю Икнется ему неоднократно В троих сразу же Ульта у нас от Соло И файтиться Команда Эмпайр не может Паша врывается У нас на ХГ Как минимум Иллюзиями Пошел Разведку боем вести Ну когда иллюзии Фантом Лансера Перефармленного Практически Шестислотового Идут у нас на разведку Там эта разведка Может минимум Двумя фрагами Закончится Здесь сильно страдает Эмпайр Вот недостатка Артефактов На саппортах Леон у нас Очень сильно терпит Вот Паша У него всего лишь Тысяча хп У него практически Нет дефа В 50-й минуте Это вообще не деф И Олвисона Флай Благодаря хотя бы Разве что Глиммеркейпу Где-то еще Мансить может Но Леон Конечно терпит Очень плотно Ну и по Алоха Дэнс Это видно Посмотрите на Кеда Алоха Дэнса 0-12-9 Просто жесть Не сказать что прям Сильный якорь у нас Леон у него Но 9 ассистов 12 смертей Не самый лучший показатель 15 с лишним По голде выигрывает Вега По экспириенсу 12 Вега готовы пушить Паша уже в соло Подходит у нас К хайграунду Команды Эмпайр Он так в соло Я так понимаю И будет стараться Запиливать у нас тавр Через флагкенон Сайлент Расстреливает крипов Теперь надо как-то С иллюзиями разобраться Тем более пока Флагкенон работает Полетел у нас Ланс от Паши Ну и Сайлента Спасают В любом случае Ну и просто посмотрите Лох хпшная иллюзия Паши Наводит Дикий ужас На Леон Он уже 12 раз В этой игре умер Конечно ему не хочется Умирать Тем более Умирать от иллюзии А он может это сделать Ну и начинается Просто пуш по двум линиям От команды Вега Они понимают Что они сейчас сильнее Они лучше нафармлены И заход на хайграунд Не такой уж и сложный Здесь есть ПЛ Который может иллюзии отправлять Здесь есть ФН Который может влететь И вылететь Точно так же Практически Безопасности умереть Да По хп конечно Потрепают у нас ФНа Но Убить мы видели Не так то и просто ФН вообще у нас За эту игру Всего лишь один раз умер 16 киллов И одна смерть Ну Показатели просто Прям В пример можно брать Ульта соло По Сайленту И по Резолюшн Кого должна была зацепить Того и зацепила Сайлент уже с Резолюшн Например с Фантом Лансером Драться вообще Им будет неприятно Паша Резолюшн Резолюшн Хекс пошел у нас По Паше Уже есть Хексай Это более чем приятно Для команды Эмпайр Дальше у нас Паша Просто валить отсюда Прыгает Алоха Дэнс Подкоп пошел по Пашет По нему же еще и Хекс И вот они иллюзии Ты основного чувака у нас Хексиша Иллюзии просто тебя расковыривают В это время Где там Файт Файт у нас на топе ФН Разваливает еще и Дазла И Сайлент с Резолюшн Просто между двух огней ФН без Маны Но Маны Манореген Чокнутый ФН Он может позволить себе Мансить Он может позволить себе Файтиться И Резолюшн С Хексой Контролит Всего на несколько секунд У нас Пашу Паша выживает Благодаря иллюзиям Благодаря Доппельгангеру Там очень неприятный герой Тем более герой После 50 минуты Сайлент Где твоя Рапира Сайлент Демонетш уже есть Курьер Курьер команды Empire Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу Вижу Вот Курьер Давайте смотреть Будет ли это Sacred Relic Да, это Sacred Relic Это Рапира для Сайлента Сайленту ни в коем случае Нельзя сейчас умирать Если потерять две стороны То файтиться еще можно будет Если потерять Курьера Например, с Рапирой Кстати, ФН там может ФН хитрожопый И почему бы и нет Он всю игру тут мантил И разваливал героев Почему Курьера не развалил Все Сайлент приносит себе Рапиру У него есть Рапира У него есть МКБ У него есть Энджин Яша Что, полетел у нас Сайлент Сайлент включает БКБ Развалил Туско Боб Паши начинает наваливать Паша на лоу хп Еще один удар Паша отправляется в таверну В таверну у нас сейчас Шторм Спирит отваливается Трипл килл от Сайлента Сбивают у нас Аегу ФН Ну и Резолюшн просто ждет Чтобы впилить у нас Абисал Блейд Сайлент Ультра килл И Соло просто выталкивает себя Кулдаун от Сайлента Копатель онлайн Что вообще творит Сайлент У него Рапира Делает минус 4 А с учетом Потраченного Шторм Спирита И потраченной Аеги Это минус 5 30-33 становится счет По итогам файта 6700 зарабатывает команда Эмпайр И 400 по Экспириенсу И все-таки Вот подтверждение моих слов Потерять две линии Это не так критично Как не принести Гирокоптеру Рапиру Гирокоптер с Рапирой Нормальная абсолютно тема Неоднократно это все используется Да, флай у нас еще раз ФН разменял Это и неудивительно Я думаю, что самое время Подумать о второй Рапире Надо быстрее все Делать Эмпайр Если они хотят выиграть Нельзя так долго гоняться Потому что Тот же ПЛ Нет-нет Да и прокнут иллюзии А может еще и какой-нибудь Башек пройдет А кстати да ПЛ у нас пошел в Башер И Абисол Блейд Скорее всего будет Появляться у нас На Фантом Лансере Это шутки Которые Лучше не шутить Ух Жесткач-то какой Думал скучный матч будет Какая там одна калитка Забудьте вообще Ну и по голде Вега Сквадрон Выигрывали 25 тысяч Теперь до 22 По Экспириенсу Выигрывали 14 До 8 Спустились Если команда Эмпайр Закомбэчит Это будет просто чудо Комбэк 25 тысяч Еще раз повторюсь Сайлент Покупает себе Трэвела Потому что готовится Пушить У него все Для этого есть Лишь бы башни Прокнул по Гирокоптеру Когда он будет делать БКБ и ТП Аут Ну и команда Вега Немножко подостановилась Неужели не додавят Они должны давить Во что бы то ни стало Тут играться с Сайлентом И давать возможность Например нафармить Вторую Рапиру Нет этого не стоит делать У них есть преимущество Им просто зайти надо И развалить два барака И пусть там После этого барахтается Гирокоптер с Мега Крипами Рапира вещь полезная Но Мега Крипы Вещь более полезная Чем Рапира на Гирокоптере Рефреш Рор Приобретает себе Сайлент Ладно БКБ продает Сайлент И приобретает Рефреш Рор Флаг Кэнон Кулдаун Рокет Бараш Не так интересно Ну в принципе да В принципе есть смысл В этом некий По Соло ничего не долетает Поэтому Соло еще живой А и там файт Пошел у нас Алоха Дэнса Против Паша Ну как файт Избиение Ну и Сайлент Куда же ты бедненький Ныряешь Резолюшн Ловит у нас в Хекс Сему Зе Слеера Дальше пошла погоня За Соло Соло по идее Должны забирать Соло у нас включил Лоту Сорп Соло здесь в итоге Расковыряют А здесь просто Под тихом У Паша Заходит на хайграунд Сразу же сюда ТП от Резолюшна Резолюшн Пиливает у нас Абисал Блейд В Пашу Паша просто Расковыривает Резолюшна Резолюшну очень больно Сайлент Где ты У Сайлента ТП Бутс оф Тревел В кулдауне Рефреш Рор Под Сайлента Сайлент Уже просто посмотрит Как падают бараки Стоит барак Три ХП На Пашу Выход у нас от Сайлента Абисал Блейд В Пашу Кулдаун по нему Ну и Хекс Тоже на Пашу Паши Если байбэк Да есть байбэк у нас У Фантом Лансера И это конечно печаль Какая не какая Но все таки печаль Для команды Эмфайр Тут Сайленту Продавать К чертовой бабушке Вообще Рефрешеру Орпы Покупать рапиру Еще одну Нет смысла Ну или продавать Например Сенжин Яшу Наверное об этом Задумался Сайлент Я думаю Сенжин Яша Здесь просто Ни к чему Сайленту Надо куча дэмэджа Чтобы зайти И снести все быстро Быстро и динамично 2000 здесь 4400 здесь По идее на рапиру Должно хватать Одну секунду Ликбез Для самого себя устрою Да должно хватать Должно За 2-100 продается Сенжин Яша И Байбэк у Сайлента А байбэк у Сайлента есть Может быть и Да Может и нет смысла Сейчас тратиться на рапиру Но файтиться то придется Не только против команды Вега Сквадро Не только против Огромного количества Иллюзий Фантом Лансер Придется еще и против Мега Крипов Если например Бристлбеку Плевать на это И Сайленту на это Плевать То Например Алоха Дэнс Со счетом 0.14 Я думаю От одного Мега Крипа Будет просто Мансить Даггером И Форсстафом Будет толкать себя На хайграунд Чтобы вообще К нему близко Никто не подходил Алоха Дэнс Конечно Несчастный В этой игре Ну Поиздевалась над ним Команда Олвис Фуна Флайя Попроще Ситуация немножко Но у него хотя бы Эскейпы какие-нибудь И есть Глимер Кейп Например И Шалу Грейв Если где-то в Соло Для того чтобы Тепа Аут сделать Что может сделать Алоха Дэнс Если попал где-то в Соло Когда Вардил Например Или Когда пытался за кем-то гнаться А Керри И вообще Кургерой улетел Да ничего Умереть он может И 14 раз Он это уже делал 57-ая минута Матч такой Что хрен расслабишься Вообще Команда Эмпайр ОЕФН Просто врывается У нас Куда-то ОЕФН Что это А что это такое А как это А это у нас Штормспирит Тревелай Узал и На всякий случай Полетел еще на вражеский фонтан Просто проверить Как вообще Эта фигня работает А вдруг Кого добью Скилловой чувак Очень скилловой Роха есть У Сайлента Есть Рапира И Сайленту В общем-то Эйджи с лишним Не был бы А денежки Куда Сайлент потратил А ну-ка Я не понял У Сайлента Были деньги В курьере Ничего не лежит Так Одну секундочку Или Нет Это у меня уже Немножко Да Это у меня уже Подпритормозило Слегка Это у Сайлента Деньги все были потрачены На рефреширур После этого Две тысячи Еще на руках Появилось Или все-таки Нет Не могу понять Что-то же было Здесь куплено И ладно Пес с ним С тем Сайлентом Роха падает В это время Для команды Вега Сквадрон Эйджис Поднимает Бэйн Просто потому Что нет места Уже Здесь 6 слотов У Фантом Лансера Манта Стайл Абисал Блейд А в Скаде Сатаник Дифьюжил Блейд Просто машина Для убийц Но здесь тоже Здесь машина Для убийства Здесь реальный Механизм для убийц Муншард Приобретает себе Герокоптер Да Вот теперь вижу Съедает Муншард У нас Сайлент Для нормальной Скорости Атакки Ну у него 0.47 Сейчас На атаку И это Кстати По Сколько По 600 С копейками Лупит Сайлент То есть 1200 С флагкенона Во все стороны В одну Секунду От Сайлента Одна секунда Всего нужна Чтобы 1200 По всем Кто вокруг Стоит 2 секунды 2400 Считайте Это Запредельный Просто Дэмэдж Always wanna fly Вот собственно Один из эскейпов Глимеркей провязал У нас Даззл И имеет возможность Хоть как-то Отойти Резолюшно Цепляют на Мидлейне Ульта от Соло Полетела Куда вообще Здесь она и остается Ульта от Соло Бристлбэк Под Айсбластом За Бристлбэком Будет сейчас погоня У нас от Паши Паша просто Переключается на Т4 Минус Даззл Минус Леон Не хватает их Сайлент Юзает у нас флагкенон Сайлента отправляют В Найтмэр Вот здесь БКБ Конечно не хватает Сайлент Начинает настреливать Но практически Ни по кому Не попадает Сайлент На лоу хп Бьется при этом Стреляет в мага Ловит Абисал Блейд Дивайн Рапир Выпадает у нас Из Сайлента Байбокот Сайлента Сайлент будет драться Еще за Рапирку Ну и у Паши Рапира Паша здесь уже Не прощает Сайлент остается С резолюшеном На пару Ну и Идти драться Против Фантом Ланцера С Рапирой Это просто Самоубийство Команда Эмпайр Проигрывает Первый матч Вега Складрон Мои поздравления Приятно удивили Игроки команды Вега Складрон Эмпайр Где-то что-то А недопросчитали Дали возможность Расформить Расформиться Фантом Ланцеру Паша и так Сам по себе Неплохо Если у него В руках Еще и АПЛ Ну вы видели Чем это все Может закончиться Ну и посмотрите Просто на лвла 16-й Леон 16-й Клокверк И 16-й Дазл И я с ужасом Конечно Но произнесу Эту статистику Дазл 1-10 Клокверк Одного эфира 1-10 Леон 0-15 Давайте Спокойненько Перейдем к следующему матчу Который у нас будет Через 2-3 минуты Я напомню Что вы все Находитесь на канале Игрокам ТВ При поддержке Team Empire Не забывайте Нажимать Follow На нашем Твиче Это для нас Очень важно И заходите В группу ВКонтакте Канал Ютуб Там и анонсы И прошедшие матчи Этот матч Соответственно Будет тоже там Но в приоритете Конечно же Твич Нажали follow Смотрим дальше Все Услышимся Через 2-3 минуты Небольшой перерыв Небольшая пауза Далеко Не расходитесь Перерыв у нас Кстати Просто Команды Пересоздадут лобби Я думаю Что это минут 5-6 И мы с вами Снова услышимся До связи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok